В Екатеринбурге набирает обороты скандал, разразившийся вокруг возможного насилия над воспитанниками детского дома для умственно отсталых детей. В интернате проводится проверка за проверкой. К конфликту подключились российский детский омбудсмен Павел Астахов и его екатеринбургский коллега Игорь Мороков. Всемирно известная топ-модель Наталья Водянова, взявшая в свое время шефство над этим детдомом, просит государство пересмотреть свое отношение к подобным закрытым учреждениям. Впрочем, как оказалось, Екатеринбургский детский дом не так уж и закрытый. Накануне его сотрудники не просто позволили снимать в его стенах, но и провели экскурсию по части его помещений. Вот этот этаж у нас полностью не отремонтирован. Но при этом, пусть он полностью не отремонтирован, все равно группа чистая. Вот, засветают, заправляют по стенам. Директор детского дома Ирина Еременко проводит журналистов по тому самому третьему этажу, любительские съемки которого накануне попали в СМИ и произвели самое тягостное впечатление на зрителей. Как выяснилось, этот этаж последний, не отремонтированный во всем детском доме, но здесь продолжает располагаться одна из групп. Как выяснилось, та самая, воспитатель которой, собственно, и сообщила о ставших известными ей фактах избиений и растления подростков 21-летним санитарам. На этом этаже проживает одна девятнадцатая группа, где работает данная группа. Но это не от того, что там какие-то эти самые. Ну потому что вот так постепенно идем, а группу мы закрыли. Вот одну на этом этаже оставили группу только. Начался окна поменены. Вот они. В этом году мы их поменяли. Все, готовимся дальше делать ремонт. Встретился с журналистом в интернате тот самый Андрей, которого подозревают в насилии над подростками. Он временно отстранен от работы на период расследования, но пришел к директору интерната на разговор. Андрей утверждает, что воспитательница Марина Анатольевна его оговорила. Я не знаю, зачем она сделала, но я ей плохого ничего не делал. Просит там что-то, ремонт она просила мне делать, помогать. Я пошел помогать. Что-то попросил там вынести. Вынес. Ну, помогал. Напомним, трое воспитанников детского дома под видеозапись рассказали, что санитар Андрей, ранее также воспитывавшийся с ними в этом интернате, а затем принятый на работу, временами избивает их руками, ногами, ножками кроватей, демонстрирует им порнографические фильмы и заставляет вступать друг с другом в противоестественную связь. Это зрелище, якобы, вызывает у него бурный смех. Нет, это неправда, что написала она. А вообще, такое возможно в стенах интерната? Нет, это позорно будет. Если даже это было, все знали, сотрудники, все воспитатели, все знали. Если там есть такие дети, они, воспитатели, сотрудники знали, что он может так сделать. И он оказывали. Не верит рассказам подростков и директор детского дома. Он работает здесь в третий год. В третий год? Да. А вы вообще верите в то, что он такое мог сделать? Нет. А как вы считаете, что это тогда? Я считаю, что это оговор. Дети рассказывали, что они были привлечены к такому мероприятию. То есть их обманным путем вывели за территорию детского дома, под угрозой заставили дать такие показания. Потом высадили из машины, отвезли от ворот детского дома, высадили из машины. Причем одного ребенка, который с ними также был, но он не владеет речью, то есть говорит отдельными фразами. Его вообще не стали привлекать данным действием. Просто выгнали из машины и все. А вот всемирно известная топ-модель Наталья Водянова, лично бывавшая в этом детском доме, да и не раз, рассказам детей поверила. Она вспомнила того самого санитара Андрея. Он несколько раз сфотографировался с благотворительницей. По ее воспоминаниям он произвел на нее впечатление доброго, открытого юноши. Но сама система подобных учреждений, по ее мнению, располагает к жестокости. В своем открытом письме Водянова рассказала о мальчике Егоре, с которым она также познакомилась в Екатеринбурге. Вот, на фото он вместе с ней. Цитата. В отделении для лежачих детей я нашла мальчика Егора. Он не говорил, был в смирительной рубашке и привязан за ногу к кровати. Когда я спросила, почему ребенок находится в таких условиях, мне сказали, что он агрессивный, кусает других детей, и что он все равно не ходит. Когда я потребовала его развязать, Егор встал и побежал на кухню. Я была просто в ярости. А меня успокаивали объяснением, что на 50 таких, как Егор, детей в лежачем отделении выделено всего две ставки нянечек, которые только и успевают, что этих детей кое-как три раза в день кормить. Еще мне пытались объяснить, что Егор такой агрессивный из-за того, что от него отказались, когда ему было 8 лет, а не при рождении, как это бывает. Конец цитаты. Наталья Водянова и ее фонд «Обнаженные сердца» в свое время подарили этому детдому вот эту детскую площадку, микроавтобус Hyundai и полторы сотни фотоаппаратов для детей-аутистов. Но, как выяснил уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков, начавший по просьбе Павла Астахова свою проверку интерната, именно работа с благотворителями является проблемой для этого учреждения. Волонтер – это здорово, но он должен в своих действиях встраиваться в общую систему воспитания, в общую систему организации. Вот это очень-очень важно. В данном случае этой ситуации здесь не было. Наверное, это одна из причин того, что вот этот конфликт возник – непонимание. Потому что, если ты не встроился в эту систему, и вот просто с улицы придешь и увидишь кое-какие вещи, там шокирует, да, вот тебя если сразу вместо отремонтированного помещения заведут там, где вот было сфотографировано, да, можно подумать, что все, у нас совсем все плохо. Действительно, ссоры из избы о возможных нарушениях при работе с детьми в этом интернате вынесла вот эта женщина – волонтер Гульнар Шаревгалиева, с которой когда-то и разоткровенчилась одна из воспитателей. Когда осенью прошлого года Гульнар стала помогать детдому, по ее словам, у некоторых детей здесь не было даже трусов. Сейчас воспитатели демонстрируют журналистам полный шкафчик нижнего белья своих воспитанников. Но, как считает детский омбудсмен, в этом тоже есть проблема. Не до конца отработана система работы со спонсорской помощью. Упаси Господь сказать, что ее там разворовывают, растаскивают – нет. Нет системы четкого понятия распределения. Если на уровне самого учреждения, когда прямо директору привозят, там прямо все скрупулезно. Я специально посмотрел эти бланки, я посмотрел систему контроля учета, систему оценки – все есть, все в компьютере, все в Excel заведено, все учитывается. Тогда, когда волонтеры непосредственно приносят спонсорскую помощь в группы, еще куда-то, вот эту тему нужно отрегулировать. И она, как мне кажется, стала одной из причин того конфликта, который произошел. Между тем, по словам Игоря Морокова, ему не удалось найти подтверждение факта насилия над детьми в этом интернате. Те подростки, которые утверждали, что санитар их периодически избивает, по крайней мере, двое из трех, еще до начала проверки, были переведены руководством детдома в социальные учреждения других городов Свердловской области в связи с достижениями ими совершеннолетия. А пытавшаяся заступиться за них воспитательница находится на больничном и, похоже, не очень-то хочет возвращаться в коллектив, который сейчас лихорадит по ее вине. И ее опасения не беспочвены. Вот почему-то я так со слов сейчас слышу, что она считала, что я к ней придираюсь. И она таким образом решила вам отомстить? Отомстить решила, по-видимому, таким образом. Она сразу ушла на больничный еще за два дня до того, как все это появилось. Сейчас она не работает. Я сначала должна, я, конечно, должна взять с нее объяснительную, потому что у нас вот в ходе своей служебной проверки кое-что выяснилось. Только потом я, как руководитель, имею право принимать какие-то меры. Между тем, следователи должны в ближайшее время решить вопрос с мерой пресечения Андрею Чуракову, подозреваемому в истязании подростков. Соответствующее уголовное дело было возбуждено еще до окончания доследственной проверки. Да, по уголовному делу сейчас есть подозреваемый. Как раз это санитар, который является сам бывшим воспитанником указанного детского дома. Да, ряд фактов именно применения физического насилия к воспитанникам нашел свое подтверждение, отдельные единичные факты. Сейчас они проверяются. Пока могу сказать о том, что проведенными комплексом проведенных следственных действий факты, изложенные в публикации о сексуальном насилии к воспитанникам, пока свое подтверждение не находят. Обещали следователи проверить условия содержания той самой 19-й группы, единственной, остающейся в неотремонтированных помещениях. Известно, что ремонт в детдоме продолжается уже четвертый год, и если все это время часть воспитанников продолжала оставаться в условиях, значительно уступающих тем, в каких работают руководители интерната, возникает вопрос правильного определения педагогами приоритетов. Как установлено, в ходе, в том числе, осмотра места происшествия, да, ряд помещений имеет, скажем так, не слишком хорошее состояние. Значит, данным фактом, я думаю, тоже будет принципиальная оценка дана. В ходе расследования, если будет установлена какая-либо вина, в том числе, руководство учреждения, в том, что детишки содержатся в таких условиях, значит, ну, у нас, как всегда, пока гром не грянет, как говорится, живелиться мало кто хочет. Поэтому здесь, в данном случае, мы, если найдем нарушение, то в самое ближайшее время, я думаю, что мы подключимся к процессу и отреагируем соответствующим образом.